Друзья, приветствую всех. Я Дарья Счастливая. У меня в гостях известный журналист, главный редактор лучшего радио Израиля, господин Дзильберг. Здравствуйте. Да, шалом, слава Украине, всех витаю. Харом слава. Спасибо, что вы нашли время в это трудное время для Израиля. Мы серьезно подготовились с нашей редакцией. Хотел бы начать с того, что, во-первых, премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в руках Хамаса находится по одной версии сына его племянника, а по другой версии племянник его сотрудницы. Раскройте секрет, какая информация корректна, поскольку все-таки вы знаете информацию лучше? Да, я точно не могу вам сказать. То, что я видел, это сын племянника. Я знаю, что старший сын Бенямина Натаньяху от Сары Натаньяху, от его нынешней супруги, это у него уже третий брак. Его старший сын отправился в армию, он там находится на фронте, в форме, все как полагается. Младший его сын уехал в Америку и там сейчас пытается получить грин-карду. Ну, это как бы стало известно до начала вторжения Хамаса, но старший сын, он такой очень-очень скромный человек, он не лезет в политику, он не блогер, он живет своей частной жизнью. И вот когда только это началось, буквально в первый день он надел форму и отправился в свою часть как резервист и сейчас находится там где-то возле нашей горячей точки. Да, потому что вчера вечером в начале появилась информация, что Натаньяху заявил, что в руках Хамаса находится сын его племянника, а дальше вот Тарас Березаис пишет, что Натаньяху в своем выступлении сообщил, что племянник его советница среди израильских заложников в Газе, а бывший водитель канцелярии премьер-министра погиб 7 октября. Это был прямой эфир госрадио Израиля Канбе. Я бы еще хотела с вами обсудить, мы прочитали серьезный материал, который говорит о том, что Израиль ждет очень серьезная многомесячная война и что на самом деле это может длиться очень долго. И вообще это может быть война не только с террористическими организациями, но и с государствами. Но при этом Энтони Блинкин, госсекретарь США, прибыл в Израиль именно для того, чтобы предостеречь другие государства, как государства от войны с Израилем. Как вы видите ближайшие месяцы на самом деле? Ну знаете, вот вчера в одной из израильских телестудий на 13 канале израильского телевидения была такая перепалка между арабистом и корреспондентом по военным, военным корреспондентом. Арабист говорит, что по его сведениям, которые он получает из сектора Газа, Израиль разгромил кучу зданий, но на самом деле Хамасу не нанесен практически никакой ущерб. Хамас спрятал все свои инфраструктуры, всех своих боевиков в подземных бункерах. Там прямо называется метро, да, то есть там под городом Газа и вообще под большой частью сектора прокопали целую сеть бункеров, там еще почва такая песчаная, которая позволяет копать. И, знаете, там 32 землекопа по одному доллару в час, и можно прокопать за столько лет, можно прокопать гигантские совершенно подземные сооружения, и израильские бомбардировки туда не добивают. То есть в Израиле есть такие бомбы по две тонны, простите, которые пробивают туда бункер, но их немного, они очень дорогие, я не слышал, чтобы их так прямо широко применяли. А вот он говорит, что военный ущерб Хамасу почти не нанесен. И тогда военный корреспондент просто обрушился на него и сказал, хватит стоять с секундомером возле нашей армии, требовать от них постоянно, чтобы мы вам в прямом эфире показывали какие-то достижения, дайте им спокойно работать, дайте им спокойно воевать, они все прекрасно знают и без вас, они знают, что они поразили, что они не поразили, поэтому мы не можем длительность этой операции, это так же, как с украинским контрнаступом, да, не надо стоять секундомером и считать там, на сколько метров они продвинулись, дайте профессионалам делать свое дело, дайте им воевать, и надо только верить в свою армию, мы в Израиле в свою армию верим. Я знаю, что украинцы в ВСУ тоже верят, поэтому верим в армию и ждем от нее результатов. Теперь, сколько это может длиться, я не знаю. Если это будет только война против Хамаса в Газе, с момента начала наземной операции, наземного вторжения в Газу, я думаю, что это затянется недели на 2-3 максимум. Израиль вообще не умеет воевать в долгую, но вероятность того, что к этому подключатся еще какие-то внешние факторы, тоже еще существует. Хотя мне кажется, что и Хамас уже сдулся, и Хизбалла уже сдулась. Вот ночью не было обстрелов, даже при лежащей Газе территории, они вообще затихли как-то. По всей видимости, они сейчас начнут прибедняться, представлять себя жертвами, что они несчастные, что они безобидные, что их бомбят для того, чтобы мировое сообщество и всякие левацкие движения, всякие левацкие организации типа БЛМ начали их массово поддерживать и проводить какие-то демонстрации в их поддержку. Вот все это мы видели уже много раз. Но Хамас сдулся. У них вообще не было плана, что делать на следующий день. Они ожидали, что к их вторжению кто-то присоединится. Хизбалла тоже сдулась, потому что Хизбаллой упущен момент. Если бы они присоединились в первый день, да, они могли нанести Израилю катастрофический ущерб. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас Израиль очень быстро и блестяще провел мобилизацию. За 50 часов мы мобилизовали 350 тысяч человек. Вдоль границы, северной границы, стоят огромные силы. И Хизбалла тут же понесет колоссальные потери. Это не та возможность, которая была у Хамаса, нанести неожиданный удар там, где его не ждали, там, где расслабились, допустили катастрофические ошибки. Но у Хизбаллы теперь совсем другая расстановка сил. И давайте не сбрасывать со счетов американский авианосец, который уже подошел, Джеральд Форд. Еще один авианосец, который, говорят, тоже придет к нам, это Эйзенхауэр. Говорят, что он уже по дороге. Британия заявила о том, что перебрасывает свой флот к нашему побережью в знак солидарности. Ну и давайте не сбрасываться с счетов еще один американский авианосец, который стоит в Персидском заливе, как сдерживающая сила против Ирана. Но американский авианосец – это очень мощная система ПВО-ПРО. Это 75 самолетов, это 2000 человек экипажа, это подводные лодки, крейсера, эсминцы. Ну, это как бы целый флот. И все это там находится именно по той самой причине, чтобы Хизбалла не сделала этой ошибки. Я не думаю, что американцы, прям вот американские морпехи будут воевать с отрядом Редуан. Это такой спецназ Хизбаллы, очень хорошо тренированный, который 11 лет воевал в Сирии на стороне режима Асада. Но, по крайней мере, аризонтик ПВО и ПРО американский очень даже Израилю не помешает. У Израиля и своя ПВО есть, потому что у Хизбаллы есть очень опасные ракеты и больших количеств. Но если ракетная угроза будет нейтрализована и сухопутная операция вот таких отмобилизованных израильских сил против Хизбаллы, я думаю, что это самоубийство для Хизбаллы. И просто Ливан как государство перестанет существовать после этого. Сдерживание Ирана тоже, разумеется, это сдерживание Ирана. Но Иран вряд ли решится воевать напрямую. Это не их стиль после Ирана и Иракской войны, и вряд ли они захотят воевать напрямую. Они любят воевать гибридно, потому что гибридную войну проиграть невозможно. Они воюют через своих прокси, у них есть там хауситы, есть иракская Хизбалла, есть сирийская Хизбалла, другие всякие шиитские группировки, которые они могут задействовать, но тоже это не представляет особой угрозы для Израиля. Но, конечно, если Хизбалла подключится к войне, хотя каждый день это, вероятно, все ниже и ниже, то война будет не за три недели, не за две-три недели, война затянется дольше. Но очень важно нам еще спокойно пройти сегодняшний день. Сегодня пятница, сегодня мусульмане идут в мечети, и Хамас призывает всех правоверных подняться на джихад, всем, значит, пойти убивать евреев там, где они их могут достать, в любой точке мира. Вообще жуть, конечно, какая-то, возвращаемся в какое-то средневековье, во времена религиозных войн, но вот недаром все мировые лидеры говорят о том, что Хамас сегодня превращается в ИГИЛ, это исламское государство, это ДАИШ, и он пытается развязать религиозную войну, которая, конечно же, прокатится по всему Ближнему Востоку. И сегодняшний день нам надо как-то пережить, потому что наверняка будут провокации, наверняка будут какие-то попытки разъяренной толпы после подстрекательской мессы какого-то их там очередного проповедника, шарлатана. Поймите, арабским миром, вот общественными мнениями в арабском мире, в этой всей лидере мнений, это в основном на 99% полные шарлатаны. Арабы до сих пор живут какими-то слухами, конспирологическими теориями, поэтому там очень просто зажечь толпу. И, к сожалению, ничего не меняется, несмотря на технологии, несмотря на все возможности как-то проверять информацию, тем не менее, вот они живут в таких вот реалиях. И от израильской полиции, от израильских правоохранительных органов сегодня требуется просто, во-первых, держать их в рамках, не давать им возможность там устроить какие-то бесчинства и беспорядки, а во-вторых, не раздражать их слишком сильно, потому что нельзя недооценивать религиозную ненависть. Если сегодняшний день закончится спокойно, потому что Хамас хочет поджечь не только беспорядки на палестинских территориях, но и среди израильских арабов, арабов-граждан страны, в городах с мешанным еврейским арабским населением, вот на это они сейчас делают ставку. И я надеюсь, что если мы этот день сегодня пройдем, пройдем спокойно, то можно сказать, что наша война локализована и будет проводиться исключительно между Израилем и Хамасом, что, в общем-то, такой для Израиля самый оптимальный сценарий. Уж с Хамасом-то мы совладаем, поэтому это был бы для нас самый оптимальный сценарий, тогда я даю 2-3 недели. Энтони Блинкин сделал заявление, что так же, как нами был уничтожен ИГИЛ, будет уничтожен и Хамас. Он об этом заявил в Израиле совершенно четко. На ваш взгляд, то есть Соединенные Штаты Америки готовы помогать Израилю столько, сколько нужно, именно для того, чтобы, цитируя Энтони Блинкина, Хамас как был уничтожен ИГИЛ? Понимаете, ИГИЛ был объявлен президентом Обамой главной стратегической угрозой. И это очень важно, потому что тогда всем казалось, что нет других стратегических угроз, тогда никто не замечал Путина. Но сегодня никто не объявил Хамас главной стратегической угрозой, и поэтому, ну, я думаю, что это такая декларация. Бенемин Итаньяу еще в 2014 году объявил Хамас ИГИЛом, вот как раз-таки, когда Обама объявил войну против международного вот этого исламизма. Можно ли победить Хамас? Можно победить Хамас? Не как идеологию, как политическое движение. И сегодня в Израиле об этом говорит израильское правительство. Вот у нас вчера было, наконец, сформировано правительство единства, куда, впрочем, вошла только одна оппозиционная партия. Но другие оппозиционные партии сказали, что они в правительство не входят, но готовы поддерживать его изнутри. Так что какое-то вот формирование правительства национального единства у нас все-таки произошло. Ну и вот цель этой войны, как сказало правительство, уничтожить Хамас. Уничтожить всю его инфраструктуру, уничтожить всех боевиков. То есть любой человек на территории Газа, у которых в руках оружие, считается боевиком Хамаса и подлежит уничтожению с точки зрения Израиля. Уничтожение всей инфраструктуры, не только военной, но и идеологической. У Хамаса есть всякие благотворительные фонды, которые собирают для него деньги. У Хамаса есть всякая своя система образования, где распространяется эта ядовитая токсичная пропаганда. У Хамаса есть там много чего, потому что это такое квази-государство. Газы – это такое квази-государство, разумеется, со всеми структурами, которые должны быть для самоуправления, полиции, спальные службы, все что угодно. И все, что связано, все, что аффилировано с Хамасом, должно быть закрыто, уничтожено. Естественно, речь идет о тоннелях, естественно, речь идет о фабриках по производству оружия. Хамас сам рассказал, что они там производят автоматы Калашникова по российской лицензии, патроны, как они делают из канализационных труб, они делают ракеты с дальним радиусом действия. Все это мы видим, и все это должно быть уничтожено и расформировано. Но встает вопрос, что будет дальше. И вот здесь никто в Израиле ответов пока не имеет. Либо будет какая-то международная договоренность по поводу будущего сектора газа. Что-то там такое будет под эгидой, под гарантией, не знаю кого. Предлагают отдать газу Египту. Газа до 1967 года была частью Египта. И Египту, конечно, это сокровище вообще никак не нужно. Два миллиона людей, которым на протяжении многих лет террористы промывали мозги своей идеологии. Но если, предположим, Соединенные Штаты предложат Египту некий план маршала с инвестициями, с экономическим развитием, если они возьмут сектор газа, то, возможно, это решение можно будет продвинуть как-то. Хотя я не очень вижу перспективу этого решения. Второй проект – это оставить газу в том состоянии, в каком она есть. То есть это будет какой-то Сомали. Разделить ее на нескольких отдельных полосок и следить за тем, чтобы там не происходило никаких военных приготовлений. И чтобы Израиль оставлял за собой возможность в любой момент туда войти и ликвидировать то, что они там начинают строить. Будь то тоннель, будь то фабрика для производства ракет или какая-то пусковая установка. Я не знаю, будет ли лучше для Израиля, если там будет Сомали, то есть полное безвластие, какая-то серая зона. Мне, честно говоря, тоже кажется, что в определенный момент мы получим террористическое государство, квази-государство, которое просто будет под каким-то другим названием. Дело в том, что в Газе есть любые группировки, там есть и ИГИЛы, и Аль-Каида, и Салафиты, и кто угодно. Поэтому оставить это как серую зону тоже нежелательно. Палестинская автономия. Ну, вряд ли у палестинской автономии сегодня хватит сил для того, чтобы контролировать сектор газа, потому что палестинская автономия с большим трудом контролирует центр Рамалла, где находится дворец Абумазана. Абумазан – это уже такой престарелый лидер, у которого не осталось никакой легитимности, его много лет никто не выбирал. Поэтому, да, и у него нет никаких преемников, поэтому я не исключаю, что палестинская автономия тоже перестанет существовать сразу после его там, ну, либо физической смерти, либо кончины, либо, если он в силу своих когнитивных способностей уже не будет, будет не в состоянии чем-то управлять. Он уже очень возрастной человек, поэтому, ну, я тоже не вижу, что Абумазан возьмет себе газу, тем более газу, которая была очищена от Хамаса израильскими штыками, и газу, которую он должен принять фактически из рук Израиля. Ну, либо это должна быть реоккупация газа, то есть Израиль берет ее, как было до 93-го года, под полный свой военный контроль, строит там военные базы, занимается обеспечением всей гражданской жизни, канализацией водопроводом, энергоснабжением, правилами дорожного движения, и все вот это вот. Что тоже для Израиля сегодня совершенно нежелательный сценарий, но совершенно Израиль не хочет находиться внутри сектора газа. Поэтому будущее туманно, и никто не знает, ну, как бы все уверены, что с Хамасом надо кончать, и устранять эту угрозу раз и навсегда, но что будет дальше с сектором газа, пока никто не знает, вплоть до того, что сделать какое-то там отдельное государство, демилитаризованное под гарантией какого-то, не знаю, каких-то арабских стран совместно, там, я не знаю, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, вот, либо под контролем американцев, Евросоюза, я не знаю, возможно, такие проекты возникнут, пока никто не представляет, что с этим делать. Дильбер, есть еще очень один важный фактор, это Россия. Во-первых, Путин официально назвал палестинцев друзьями и заявил, что и в США, и в Израиле много сторонников создания палестинского независимого государства, но вверх берут силы, которые выступают за силовое решение. Давайте посмотрим фрагмент. Про его упомянули, я только что ее изложил. Она сложилась не сегодня, не с этими трагическими событиями, она сложилась на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду, прежде всего, создание независимого, суверенного палестинского государства. В этом корень всех проблем. И, естественно, все, что сопровождало за последние годы эту проблему, усугубляло ее, это поселенческая деятельность. Кстати говоря... Не будем долго слушать. Еще есть заявление Кадырова, который поддерживает палестинцев. Я не буду его просто... Он будет идти фоном. Вот здесь он заявляет, что он даже готов ввести миротворческие чеченские войска, то есть контингент, чеченский контингент, сектор газа, чтобы закончить конфликт. Ну и, естественно, что видео достаточно скандальное, которое появилось. Прикрывайте, прикрывайте, русскоговорящие инструктора отдавали приказы боевикам Хамас. Посмотрим это со звуком. Естественно, что еще одним фактором влияние России, это то, что каким-то образом трофейное оружие украинское появилось у Хамаса. И оно воевало против Израиля. Как вы соединяете вот эти факторы? Заявление Путина, заявление Кадырова и фрагменты этого видео, ну и трофейное украинское оружие? Знаете, я видел этот ролик «Давай, давай», и я не видел подтверждения, что это действительно не фейк, что это реальная запись. Но есть все основания полагать, что, ну скажем, не все основания, есть основания полагать, что в подготовке операции Хамаса принимали участие вагнеровцы. Вагнеровцы, которые стоят в Сирии, известно, что боевики Хамаса часто ездили туда для подготовки в специальных лагерях. Я не знаю, были ли это вагнеровские лагеря или нет, но Миша Шейтельман, наш большой друг, он вот в своем последнем эфире на своем YouTube-канале обратил наше внимание, действительно, мы посмотрели. В газете «Коммерсант» вышло интервью с израильским послом в Москве Александром Бенцви, который очень странно, ну на мой взгляд, очень странно выразил позицию Израиля. Ну, первый вопрос там ему задают, что типа вот в последнее время конспирологические теории в социальных сетях говорят, что Россия имела какое-то отношение к этому нападению Хамаса на Израиль. И он отвечает, это полная ерунда. И дальше он говорит, во-первых, мы не верим. То есть мы не верим. Мы не верим. А потом ему задают вопрос про то, что вот как вы относитесь с сообщением о том, что западное оружие Украина поставляла Хамасу, чтобы боевики Хамаса были западным оружием, которое они получили из Украины. И тут он говорит, не то, что там это ерунда, или там мы не верим. Он говорит, у нас нет доказательств, но мы будем очень рады, если Россия, у которой есть связи с Хамасом, предоставит нам эту информацию. То есть понимаете, что если Россия там сфабрикует какую-то информацию при помощи Хамаса, доверия нет ни к тем, ни к другим. Но, тем не менее, Израилю было бы очень интересно ознакомиться с такими свидетельствами, если бы Хамас предоставил такую информацию России. Вот. Совершенно гадко, совершенно безобразно. Я призвал сегодня в эфире Александра Бенцева уйти в отставку. Мы не забыли еще ему это странное очень соглашение о сотрудничестве в области кинематографа, которое он подписал с министром культуры России, которая под европейскими санкциями находится. Интервью газете «Коммерсант», которая является газетой, Алишера Усманова. Ну и так далее, и так далее. Очень много вопросов вызывает его деятельность и чем объяснить его такое теплое расположение к Российской Федерации. Я не знаю, да, как он контрастирует с нашим замечательным послом в Украине Михаилом Бродским, который действительно мы гордимся, что у нас такой посол в Украине. Но это, кстати, так, вступление. Специалисты НАТО говорят, что есть такие подозрения, что за подготовкой Хамаса стояли вагнеровцы. По одной простой причине Хамас такого не умел. Никогда такого не было. У Хамаса возможности были всегда ограничены. Любой раунд с Хамасом всегда выглядел как ракетные обстрелы израильской территории. Либо это были какие-то террористы-смертники с поясами шахидов, которые куда-то шли и где-то взрывались. Поэтому, да, я предполагаю, что есть много оснований считать, что Россия имела к этому отношение. Есть основания считать, что Россия знала о том, что это произойдет. Естественно, не предупредила Израиль. Ну и давайте добавим, что это произошло в день рождения Путина, и Путин является главным бенефицаром этой войны. Поэтому это отвлекло внимание от Украины, это отвлекло американские ресурсы на помощь Израилю. Ну и, конечно, путинская пропаганда сейчас вовсю пытается действия Израиля поставить как пример и этим управдать какие-то свои акты варварства, вандализма в Украине. И это тенденция, которая уже четко просматривается. Даже вот эта токсичная совершенно российская пропаганда за Хамас и против Израиля. Это уже стало достоянием гласности и здесь, в Израиле. Один из виднейших наших публицистов на иврите Амид Сегль, который никогда не занимался, не описывал события в Украине, войной в Украине никогда не занимался. И то он написал, что посмотрите, кто нам друг, кто нам враг. Пришло время выбрать, наконец, сторону, показать, что мы вместе со свободным миром поддерживаем Украину и сделать соответствующие выводы в отношении России, которая союзник Ирана, и которая наш враг. Это очень-очень важная статья, которая вышла. Она свидетельствует об определенных настроениях и об определенных трендах в нашем политикуме. Я думаю, что война все расставила по своим местам, и все становится понятно. Точно так же, как российский генерал Бурулев, он тоже очень такой прямолинейный такой топор, такой утюг сказал, а что тут такого? Россия – союзник Ирана, Иран – союзник Хамаса, Израиль – союзник США, значит, совершенно понятно, за кого Россия. Россия – за Хамас. Вот, поэтому, да, все во время войны, все становится предельно ясно. Очень интересен ваш взгляд на пример министра Беньямина Нетаньяху, на его действия, потому что возникла в начале мысль о том, вот я даже смотрела израильских военных, одну женщину, которая говорила, что каким образом палестинцы, ну, точнее, будем говорить корректно, Хамас прорвали границу Израиля, каким образом они это сделали, если когда я служила, то мы там ночью, днями ночью не спали, таракан, птица не могла пройти, была система безопасности. И далее началась критика спецслужб израильских. А вот Игалевин, известный журналист израильский, он сказал, что спецслужбы предупреждали Беньямина Нетаньяху, что спецслужбы знали все, что та информация, которая сейчас блуждает интернетом, это дезинформация, что решение принимал Нетаньяху. И я бы хотела услышать от вас взгляд о его, возможно, связях с Россией, то, что мы понимаем, что Россия знала, была бенефициаром этой войны. Почему так либо отреагировали спецслужбы, либо так отреагировало правительство на эти предупреждения? Ваш взгляд? Ну, вы знаете, я не думаю, что Беньямине Нетаньяху, если бы ему дали точечное, конкретное предупреждение, он бы решил оставить без защиты все населенные пункты на юге Израиля и не принял бы никаких мер во благо Путина. Я не думаю. Это конспирология. Наши спецслужбы допустили большой провал. Вот сейчас становится известно, что глава Шабака, Шинбет, Общий служб безопасности, находился всю ночь в генеральном штабе. Они там что-то консультировались и обсуждали именно ситуацию на юге, но ни к чему конкретному они не пришли. И в результате ничего не изменили. Даже когда уже начались обстрелы и вторжения, они тоже были в полной растерянности. Ни МОСАД, ни Шабак, ни военная разведка, армейская разведка ОМАН ничего не знали. И то, что сделал Хамас, это действительно такая возможность, может быть, раз в сто лет. Да, проворонили. Проворонили, проспали на посту. Они научились обезвреживать все израильские системы безопасности. Я думаю, что не без помощи своих друзей из ЧВК Вагнера или, может быть, из Ирана. Или, может быть, сейчас одну секунду. Или, может быть, из Ирана. Я думаю, что Бениамин Нетаньяу, ну, при всей критике в его адрес, Бениамин Нетаньяу до сих пор никакой своей вины не признает и так далее. А Бениамин Нетаньяу давно у нас у власти с небольшим перерывом. Поэтому все эти концепции были разработаны при нем. И все эти концепции усыпляли нашу бдительность. И развал израильского общества, раскол в израильском обществе у нас появился из-за него. И идея о том, что Израиль слаб как никогда. Если его сейчас немножко толкнуть и вбить клин, то израильтяне начнут гражданскую войну друг с другом. Все эти идеи не оправдали, слава Богу. Но именно Бениамин Нетаньяу виновен в таком вот кризисе, в котором находился Израиль, и который дал нашим врагам такую мысль, подал такую мысль, что они могут Израиль победить. Мы очень быстро объединились. Мы очень быстро вспомнили, что мы самая сильная армия на Ближнем Востоке, что мы ядерная держава. И все эти упаднические, алармистские настроения, что заканчивается низкий проект, это в основном тоже пропаганда. И я думаю, что оно совершенно не соответствует действительности. Но да, это был большой провал и Нетаньяу, и всего правительства, которое занималось деструктивной совершенно деятельностью. И нашей армии, и наших спецслужб, и сразу после того, как мы победим, мы очень серьезно займемся расследованием, в точности, как после войны судного дня. Я просто практически уверен, что у нас будет отставка правительства и досрочные выборы сразу после войны. Но давайте до этого конца войны мы сначала доживем. Господи, финальные два вопроса. Очень коротко, я знаю, что у вас... Вопросы уже больше вот совсем не могу. На 20 секунд. Вот действительно, на финал влиятельный израильский журналист Амит Сигаль. Я подозреваю, что история запомнит эту войну, среди прочего, как еще одну глобальную арену противостояния оси Запада-Украина и оси зла России-Иран. Как вы считаете, отношения между Украиной и Израилем после победы Израиля потерпят некоторые изменения, в ваш взгляд? Это уже на финал? Да, однозначно. Вот мы узнали вчера, что Владимир Зеленский хочет нанести в Израиль визит солидарности. Это будет еще один шаг потрясающий, если это действительно состоится. Зеленский созванивался с Нетаньяу на второй день после начала войны. Они что-то там важное обсуждали. Я не думаю, что во второй день после начала войны у Нетаньяу было время на какие-то звонки вежливости. Я думаю, что это был звонок по делу. Он общался с Шольцами, с Байденом, конечно же. И с Макроном, и вот с Владимиром Зеленским. Поэтому я думаю, что это будет такой серьезный толчок в сотрудничестве, в военной сфере. И Израиль пересмотрит свои позиции по отношению к Украине и по отношению к России. Я уже говорил об этом. Однозначно, да. Немерный договор Саудовской Аравии после победы Израиля. Тоже вот на финал маленький вопрос, но важный. Это зависит от американцев, и это зависит о том, какой будет этот финал. Сейчас, разумеется, это все заморожено. Саудовская Аравия по идеологическим причинам не может ничего с Израилем продолжать, потому что формально они не могут не поддержать своих так называемых братьев. Но Саудовская Аравия тоже ненавидит Хамас, ненавидит братьев-мусульман. Их деятельность на территории Саудовской Аравии запрещена. И Саудовская Аравия ничего общего не хочет иметь с этими зверствами и с игиловским стилем войны. Поэтому я думаю, что нормализация Саудовской Аравии продолжится, но после определенного перерыва. Благодарю вас, Твизильбер, из Израиля. Главный редактор лучшего радио «Израиль». Благодарю вас, слава Украине. Мы поддерживаем Израиль. Спасибо вам большое. Берегите себя. Героям слава. И вы берегите себя. Разум переможем. Абсолютно. Спасибо вам. Спасибо вам.